ребят кого-то забагрил или не пойму рыба здоровый лечь стоит значит должен быть и хищник ну-ка иди сюда иди сюда смотрите какой лишь до такого прям на жарю ху сейчас мы его отцепим довольно подружку хороший лечь сейчас дружок пойдешь войти ну значит должен быть и хищник ладно будем продолжать какая-то рыба ребят ну пока не пойму о ребят да это щучара ничего себе это щучара полез я в воду щука неплохая ну какая красотка ребят на этот двунзель ну вот первая рыба достойная за сегодня о о о Ребята, какая красотка. А что-то видно, какая-то она багряная, какая-то болячка на ней. Сейчас, 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 красотка, сейчас, сейчас. Ладно, сейчас, ребята, фотосессию с ней проведем. Ну что, друзья, всем привет, сегодня очередная рыбалочка. Ну вот, первая достойная сегодня щука, красотка вообще. Взяла на выбросе, на перегрузе, на мандулку взяла, вот такая вот красивая щука. Ну, в этом году, наверное, это одна из самых крупных щук. Офигеть. Вот такая вот красотка. Ну, пойдемте, будем ее отпускать. Взвешивать я ее не буду, ребят, но около двух килограмм в ней точно есть. Опа. Опа. Давай, девочка, спасибо большое. О, офигенная щука. Да я даже думаю, ребят, побольше двух килограмм она пошла. Здорово. Ну что ж, друзья, еще раз всем привет. Сегодня у нас 23 февраля. Всех, конечно же, поздравляю с праздником. Всех, кто причастен к Дню Защитника Отечества. Всем, в общем, желаю счастья, здоровья, всего-сего самого наилучшего. Вот. Ну, давайте теперь про рыбалочку. Приехал я в район Софина. Водоем я с самого утра. Ой, что касается погоды, ребят, сегодня вообще жестокий ветер. Фоновые там где-то пять-шесть, порыва до девяти, до десяти. Ну, приехал на своем месте постоять я не смог, потому что ветрюган злючий вообще. Вот. Вот. Ну и пришлось идти более-менее в место, где нет ветра. В этом году еще здесь я не был. Вообще, вот на этом участке я, наверное, один из первых, потому что следов нет, пробраться сюда очень тяжело, я там лез через такой корежник, что вообще, ну, это ладно. Вот. Ну, пока забагренный лещ, но и вот эта вот красотка. Что касается, ребят, уровня воды, вода в плюсе, хороший тягун, но вода чистенькая, ну, так вот смотришь, более-менее чистая. Так что так, ребят, по приманочкам сейчас экспериментировал, резину и мандулки, все, и облегчался, но вот решил поставить перегруз и вот 22 грамма кинул, прям на самом выбросе, делаю проводку, бах, и есть. Вот. Так что так, от нуля ушел, это здорово. Ладно, ребят, буду продолжать, впереди еще целый день, посмотрим. Народу хватает. С той стороны вообще, конечно, кайфово, там ветром, можно сказать, нет. Народ есть. Ну, так вот смотрю, пока еще, ну, на моих глазах никто ничего не поймал. И все, ребят, продолжаю. Надеюсь, будете что еще поймать и, конечно же, вам показать. Погнали. Погода еще, по-моему, хуже стала, еще и снег пошел, ветер немножечко поменялся, такой дует в лицо. Да, хороший тягун. я сейчас уменьшился поставил 16 грамм но взял ребята вот на такую мандулку в этом году хорошо работает билайнерский цвет почему-то в этом году не работает сколько ставил а вот такие цвета яркие вот работает накидаю вот так вот прямо выносит вообще берег а по сейчас это в минус 2 минус 3 там в обед обещают ноль к вечеру там минус 1 минус 2 плюс 1 плюс 2 где-то температура будет друзья вы только посмотрите какой снег пошел да такие хлопья щеплен вот это погодка блин хорошо хорошо как говорится природа нет плохой погоды погода еще и другая такой это снег вообще хороший вот ребят снежочек прошел ветер чуть так чуть-чуть затих но я все двигаюсь дальше дальше по посмотрим что на этом месте да кардебалет и конечно с природой хотя я посмотрел давление вроде неплохое но смотрел отчеты но не очень все у всех кто-то поймал там одну две три рыбки кто-то вообще ничего не водит плюс с водички такая история вода сейчас поднялась течение большое где-то рыбка прижалась где-то стоит под берегом в обраточках хотя вот щука у меня взяла на самом выбросе получается на самом тягоне одно радует нет большого мороза сейчас был бы нормальный мороз был вообще очень некомфортно и так-то колечки обмерзают приходится там несколько раз очков почистил там силикошка нет нет обработавшим надолго все равно не хватает так ребята сейчас еще наверно пройду небольшой участок потому что там там вообще мелководье мелководье прям сейчас до того дерево дойду встану и попробую здесь покидать потому что здесь под коряжками кто-то будет прям завалы такие хорошие вот 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 что ребят прошел я весь этот мелководный участок покидал там 10-12 грамм стоял никого вообще, тишина вернулся на то же место где поймал хчуку вот о, нихрена себе кто-то на лодке плывет, представляете нормально с лодочки-то наверное с ветра куда-нибудь сейчас сюда придут ну ладно, вот наверное я сейчас чайку попью, что перекушу и наверное поменяю катушку, ребят я говорил о том, что у меня с астрадиком как бы с лескоукладывателем проблемы думаю, возьму его в теплое время когда вот небольшой минус дай посмотреть, как себя будет вести ролик ну один хрен, что-то какие-то шумы в общем мне не нравится сейчас перекушу, передохну поменяю катушку на сахару 4000 и буду продолжать дальше все, ребят будем продолжать дальше вот на лодке что-то там вот встали интересно ну ладно да я же совсем забыл, ребят надо же водяному ливануть ё-моё давай о-о-о-о чаёчку водяному так сказать знак уважения обязательно надо уважить водяного как же без него рыбку сегодня подарил хорошую ну вот на лодочке плывут ну я так понимаю, они троллингом идут медленно-медленно идут вот что-то развернулись давайте, ребят ваше здоровье ага, обратно пошли ну и с такой мелководный участок на троллинг конечно на троллинг можно походить но можно и без воблер оставить остаться что-то опять развернулись что делают, непонятно ну вон на лодке вон те ребята ну я так понимаю это щука взяли они там вообще щуку ну вроде отсюда смотрю это щука ну вот сейчас у них там фотосессия идет ну ребят такая наверное ну да щука ну килограмм на 3-4 очень хорошая мамка доставали они ее там минут не знаю минут пять интересно отпустят, нет? ну да такая щечара хорошая щечара ну да я как раз вот шел в их направлении в обратную сторону да хорошая щука ну я вот здесь под берегом на щупах стоит плотва ну лещ там всякое такое наверное один раз уже чешую достал ну вот сейчас поупираюсь в этом месте ну а потом пойду туда ниже как раз где вот они поймали там интересные места тоже чуть поглубже там ну там и коряги это хватает нам блин смотри какая щука хорошая у них все они там фотосессию проводят ну вот эти товарищи на лодке сейчас еще кого-то поймали ну чуть поменьше сдалека я ближе, чтобы не видел вот ну и народ сразу на той стороне прям напротив них почти встал тоже там кидает на ней вот так стоят и кидают на ту сторону но там видать ямка ну вот кого-то ловит с лодки конечно удобнее и проводку можно делать совсем другую все поплыли очень нормально с точки две рыбы сняли ну на резину ловили резинка такая оранжевый цвет морковка так ну что ребят время уже начало первого ну может подождем подождем и 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 Поставим цепь, на которую я сегодня поймал. Она тоже такая оранжевая. Сходила сейчас туда, ребята, но это невозможно. Такой ведрюган там. Он здесь-то раздувает. А там вообще ужас, блин. Вот сейчас с той стороны последние три человека ушли. Никто ничего не поймал. Я все хожу, приманки, мандулки. Пацаны в мандулки убираюсь. Так, нет, нет, какую-то резину подкидываю. Тишина. Ну, хотя бы еще один хвостик. Наверное, надо собираться ехать домой. Ну, поупирать еще немножечко. Все-таки еще кто-нибудь захочет съесть мою приманку. Вот так. Да что-то. Эх. я тоже думал блин с таким ударом боли леща блин ребят вообще виду про сикаю блин кто-то есть еще опять такой здоровый блин чушь тебя там никто не караули то и щука там есть и на так я надеялся что это хищник и полин то с ударом таким вот подкинул эмоции я уж думал блин хорошая рыба уже три ребят хищника больше нет ветер блин никак не утихает походу не утихнет наверно еще чуть-чуть я убираюсь до боя дамы ребят праздник сегодня надо с домашними выбрать уж куда-нибудь сходить подумал может быть и будет какой-то вечерний выход не знаю не буду ждать сзади обрыв есть стоит здесь много блин ветряга может блин все мозги выдал ладно еще немножечко по убираюсь ребят закончила на сегодня рыбалочку поеду домой уже родные меня спрашивают где ты что ты ну наверное участок я выбрал конечно наверно не очень тоже целый день дует ветер это конечно не ну невозможно так вот стоять целый день на ветру но если все как бы рыбка клевал это одно ну щуку я свою поймал ребят хорошая щука в этом сезоне ну наверное самая моя крупная щука даже не наверное точно ну такая 2 плюс вешать не стал думаю ну пусть идет не такой уж великий трофей чтобы вы вешать вот ну так чё погулял подышал на природе побыл то что рыбы капризничают это точно ребята особо клево нет нифига вот сколько тут на берегу было никто ничего не поймал на той стороне никто ничего не поймал вот единственного два вот товарища на лодке то есть при мне они поймали две рыбы одну щуку явно хорошую там наверное 4 может быть где-то такая вот вторую рыбу я не видел ну и все приехали тут из подноса поймали две рыбы уехали молодцы так что такая ребят сложилась рыбалочка посмотрим что будет дальше ждем тепла так что так спасибо всем кто смотрел пока ребят гонка